Когда группу называют культовой, это не пустые слова. И воплощаться эта самая культовость может по-разному. И подтверждение этого статуса группы Продиджи прямо сейчас на вечеринке в Москве. Продиджи Конт в Москве – это встреча фэнов группы в полном спектре фанатской атрибутики, а также фотовыставка о группе, показ документальных видео, квиз на знание малоизвестных фактов о коллективе и, конечно же, рейв, причем на трех танцполах. По сути, это сказка, в которую окунается каждый фанат Продиджи, и это не обязательно связано напрямую с музыкой, это связано с гораздо большим спектром развлечений. Группа Продиджи появилась в самом начале 90-х, став известной в рейв-среде родной Великобритании. По-настоящему мировой прорыв состоялся в 97-м году после выхода альбома The Fat of the Land. Тогда же состоялся триумфальный концерт на Манежной площади в Москве, который посетило около 250 тысяч человек. Всего группа выпустила 7 альбомов и в последние годы сменила звучание на более приближенное к рок-музыке. В 2019 году не стало одного из фронтменов группы Кита Флинта, но Продиджи, к счастью, продолжили существование. И, конечно, группа давно и взаимно любима в России. Например, самые продвинутые фэны почти без ошибок ответили на каверзные вопросы про группу, что для них было несложно. Любить группу, общаться с фанатами, которые также заряжают тебя, которые дают тебе эту информацию. Ну, расскажи, как давно ты Кит Флинт? Кит Флинт всегда с нами. Я старый рейвер. Продиджи я открыл, наверное, в далеких 90-х. Мы встречали как-то группу в аэропорту. Вышел охранник, взял меня за руку, подвел к Флинту и сказал, что он хочет сфоткаться с моей татухой. Это просто, мне кажется, нереально круто. Продиджи Кон был приурочен к 23-летию фанатского сообщества Продиджи в России и прошел при официальном одобрении менеджмента самого коллектива. Продиджи